В настоящее время все больше жителей области желают получить водительское удостоверение, но многие не знают, как это сделать правильно или совершают действия, которые впоследствии могут привести к беде. Чтобы получить допуск к самостоятельному управлению транспортным средством, каждый кандидат водителей проходит квалификационный экзамен на получение права управления транспортным средством. Экзамен состоит из трех этапов – теоретический, практический экзамен на автодроме и практический экзамен в условиях реального дорожного движения. Теоретический экзамен проходит с использованием автоматизированного комплекса. Кандидат водители должен ответить на 20 вопросов, в которых допускается до двух ошибок. Экзамен длится 20 минут. После удачной сдачи теории сдающие отправляются на автодром. На закрытой площадке у кандидатов проверяются навыки управления транспортным средством конкретной категории, после чего решается вопрос о допуске водителя к экзамену в условиях реального дорожного движения. Основные пункты, проверяемые на автодроме, это трогание с места в сложных условиях, маневрирование передним и задним ходом в ограниченном пространстве. Кандидат должен чувствовать транспортное средство. Именно поэтому предоставляется возможность пробного заезда на экзаменационном автомобиле. Экзамен проходит по испытательному маршруту, который содержит определенный набор элементов улично-дорожной сети, дорожных знаков и дорожной разметки. Кандидат должен показать навыки самостоятельного управления автомобилем. За 2012 год в учебных учреждениях города Котельнича прошло обучение 976 кандидатов-водителей. Общий процент сдачи экзамена с первой попытки составил 43%, что указывает на слабую подготовку желающих получить права. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предлагает проходить подготовку в учебных учреждениях, а не готовится путем прохождения самостоятельной подготовки, так как в учебных учреждениях выдают более точные знания правил дорожного движения.